Накануне вечером состоялось заседание постоянных думских комиссий. Повестка включала в себя 19 пунктов. В центре пристального внимания оказалось принятие в новой редакции устава муниципального образования, исполнение бюджета, утверждение генерального плана и так далее. Все вопросы, рассмотренные народными избранниками, войдут в повестку заседания городской думы, которая состоится 13 декабря. Подробности в следующем сюжете. Заседание было плановым. Помимо народных избранников, в нем участвовали представители органов местного самоуправления, руководители управления и учреждений города, начальники отделов администрации и прочие специалисты, которым предстояло ответить на вопросы депутатов, если таковые имелись. Они возникли уже при обсуждении первого пункта повестки совещания, который касался городского бюджета. На будущий год он сформирован бездефицитным, а вот уточненные параметры 2019-го были следующими. Общий объем доходов местного бюджета 6 миллиардов 529 миллионов рублей. Общий объем расходов местного бюджета 6 миллиардов 749 миллионов рублей. Прогнозируемый дефицит местного бюджета 220 миллионов рублей. Я про 49 миллионов по больнице. То есть лучше что это? В прошлом году мы с вами делали проект. Этот проект у нас прошел экспертизу. На основании этого проекта мы заявили с департамент строительства, и нам были выделены деньги, как на муниципальную собственность, на ремонт лифтового хозяйства, потому что там был нарушен температурный режим, на установку пожарной сигнализации, потому что она у нас не коннектилась с пожарной сигнализацией детской поликлиники, и на входную группу, потому что у нас там было выбирание сваль. Вот на эти виды работы, крупненно, если говорить, было выделено 49 миллионов рублей. Жизнь лопытнанцев становится комфортнее, город развивается стремительными темпами. Иначе не скажешь. Большие изменения были внесены и в действующий генеральный план городского округа. Мы тоже учли те объекты, которые мы планируем строить в будущем. Это водопровод из поселка Харб. Очень важная вещь, которая внесена в генплан. Это новый объект школы, которая сейчас уже строится. И объект, по-моему, еще один детский садик, которые не были учтены ранее в генеральном планете. В центре пристального внимания депутатов оказались и земельные участки, вернее, арендная плата за пользование ими. Она складывается из кадастровой стоимости и определенных методов расчета. Накануне во всем округе была произведена экономически обоснованная оценка всех земельных участков. На уровне муниципального образования ранее были установлены коэффициенты, которые либо повышали, либо понижали данную арендную плату в зависимости от ранее рассчитанной экономической целесообразности, которая была в 2013 году сделана муниципалитетом самостоятельно. Сейчас, учитывая, что субъект уже эту экономическую целесообразность просчитал в кадастровой стоимости за земельные участки, поэтому мы предложили отменить все коэффициенты. Насущные вопросы участники заседания обсуждали не один час. В повестку было включено 19 пунктов. Сегодня, значит, ну я считаю, что самый вопрос такой знаковый для всех жителей города – это принятие уставов новой редакции. Устав прошел публичное слушание, то есть сегодня этот устав представит юридический отдел администрации, ну и мы обсуждаем этот основной документ, основной закон, по которому, собственно, живет наш муниципалитет. Вопросы, вынесенные на обсуждение думских комиссий, будут включены в повестку заседания городской думы. Оно назначено на 13 декабря. Ирина Волокитина, Николай Снегир, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова